Сейчас вновь к первой теме этого часа спасательной операции на севере Таиланда. Напомню, международной команде дайверов удалось накануне вывезти из затопленной пещеры четверых детей. Следующую группу планируют спасти сегодня. К нам присоединяется метеоролог Мария Киреева. Мария, здравствуйте. Эксперты говорят, что погода пока на стороне спасателей. Дожди прекратились, но надолго ли? Здравствуйте, но времени не так уж и много. Пара суток, не более. Операцию по спасению детей из пещеры Хамлуанг удалось начать даже раньше, чем изначально планировалось. Этому способствовало понижение уровня воды в пещере, которое в свою очередь было вызвано, во-первых, работой насосов, а во-вторых, ослаблением осадков в регионе Чианграя. Как вы видите, за первые 7 дней июля на ближайшие метеостанции выпало лишь 1 мм влаги. Это очень мало по местным меркам, особенно с учетом того, что в Юго-Восточной Азии сейчас сезон дождей. Однако такие периоды бывают редко продолжительными. Уже накануне на севере Таиланда наблюдались интенсивные ливни, но они пока еще не повлияли на уровень воды в подземных тоннелях. Для этого нужно, чтобы влага стекла по склонам в пещеру, и на это потребуется несколько дней. Сейчас погоду в Таиланде определяет Муссон, который обычно длится в стране с мая по октябрь. С сезона дождей ливни идут вовсе не каждый день, и в них действительно бывают и перерывы. Однако сегодня к вечеру юго-западные потоки воздуха усилятся. Ожидаются дожди. Во второй половине недели поступление влаги с Индийского океана будет нарастать. Так что до пятницы в регионе пока будут идти дожди различной интенсивности. В ближайшие три дня сильных ливней не прогнозируется. В сумме за трое суток может выпасть лишь 10-15 мм влаги. Осадки усилятся в четверг-пятницу. За два дня может выпасть еще от 20 до 35 мм. Таким образом, у спасателей сейчас есть буквально два дня, чтобы завершить операцию по спасению подростков. Я добавлю, что улучшение погоды не только понизило уровень воды в Тхам-Луанге, но и привело к ослаблению подводных течений. Это сделало заплыв чуть более безопасным. Однако подводный переход через затопленные участки по-прежнему крайне рисковое мероприятие. Вот как по данным местных СМИ может быть организована операция по спасению. Каждого юного футболиста под водой сопровождают аж два дайвера. Они плывут вдоль натянутой веревки. Своеобразный направляющий, чтобы не потеряться в подземном лабиринте. Ребенок также привязан к одному из дайверов, который несет его воздушный баллон. Обычно под водой аквалангисты общаются между собой с помощью жестов. Однако в пещере Тхам-Луанг видимость нулевая. Так что коммуникация происходит с помощью прикосновений. Время от времени приходится преодолевать узкие проходы шириной до 60 см. Остается только подивиться выдержке молодых спортсменов. То, что первая группа сумела успешно преодолеть затопленные помещения, заслуга не только профессиональных дайверов, но и их самих. Тем, кто уже спасся, пока не дадут увидеться со своими семьями, сообщается, что несколько дней ребятам предстоит провести в специальных стерильных помещениях. Во-первых, врачи хотят удостовериться, что игроки не принесли с собой из пещеры какую-нибудь инфекцию. Ну а во-вторых, это нужно, чтобы помочь детям поправиться. А я напомню, что у футболистов есть еще один отличный стимул встать на ноги как можно быстрее. FIFA пригласила команду и их тренера на финал чемпионата мира. Поездка в Москву состоится только в том случае, если это позволит физическое состояние подростков. Конечно, все в Москве очень ждут этих ребят. Спасибо большое. О погоде в Таиланде рассказала Мария Киреева. Продолжение следует...